Привет, это я, Антон Бустер, и ты смотришь мини-курс, где мы с тобой изучаем Unreal Engine 5 вместе с Маратом. Марат высококлассный программист, который шарит, понимает и знает, как объяснить. Короче, какая тема? В общем-то, это последний урок, где он расскажет вам финальные этапы нашего продакшена и нашей с вами игры. Но дальше будут уроки, где мы с вами будем конкретно заниматься саунд-дизайном, и делать мы будем звуки. Кстати, кто не участвует в челлендже, зря вы можете сделать звуки к этой игре, и мы их встроим, имплементируем и сделаем большую библиотеку подобных звуков. Кстати, некоторые уже начинают фантазировать, использовать модульные синтезаторы, так что подключайся и ты, если, конечно же, тебе интересен саунд-дизайн. Ну и перед тем, как мы начнем третий урок, я напомню, что скоро выйдет полноформатный большой курс, где мы будем делать с вами игру с нуля, а именно 3D-шутер от первого лица в стиле сериус Сэма, и я советую тебе подписаться на канал, чтобы не пропустить новости, ну и, конечно же, следи за мной в Телеграме, там я рассказываю обо всех новостях и вообще о том, что происходит со мной и с моей командой. Не буду больше тратить ваше время, так что поехали, смотрим дальше, что нам расскажет Марат. Так, ребята, давайте продолжаем после небольшого перерыва и давайте сразу исправим одну проблему, тут я вспомнил. Значит, в снарядах нужно поменять тип коллизии у компонента сфер-бадди. В целом, конечно, можно работать на пресете Триггер, но тогда снаряд будет пролетать сквозь астероид. А нам нужно именно физическое воздействие, то есть физический удар. Почему? Потому что вот этот ивент, Projectile Bones, реагирует только при физическом столкновении, поэтому нужно поменять тип коллизии. Блок All Dynamic. Блокирует динамичные объекты, ну, те, которые двигаются, не статичные, которые на месте стоят. Осталось добавить противников, то бишь сами астероиды, их спавнер и еще уничтожение этих астероидов. Для чего? Ну, для того, чтобы когда летели астероиды вниз, ниже экрана, чтобы эти астероиды бесконечно не улетали, а уничтожались. Опять же, своего рода оптимизация. Зачем нам те астероиды, которые уже улетели ниже. Ну, а уже после будем выходить на финишную прямую, добавлять простейший интерфейс, делать сборку и в целом уже игра будет готова. Ну, вы помните, что мы уже сделали здесь базовый класс астероида, сейчас начнем в нем работать. Дабл-клик, открываем, Open Full Blueprint Editor, Event Graph. Пока удалим эти ивенты, позже добавим, если надо будет. А пока добавим компоненты нужные, визуальную часть. Снова также добавляю сфер коллижен и добавляю Pepper Sprite. Назначу имя, Pepper Sprite Body. Сферу просто перемещу на Default Send Root, для того, чтобы сфера стала рутом. Пока что выберу любой спрайт метеора. Позже сделаем логику, где спрайт метеора будет выбираться рандомно из массива. Выбираю компонент сферы, хочу подстроить немного радиус, 48, под спрайт астероида. Не забываем также отключить коллизию у спрайта, потому что мы работаем со сфер коллижен. По идее, можно было бы работать с коллизией спрайта, но все же удобнее работать с конкретной коллизией, которая настраивается. Выбираю пресет для спрайта, но у коллижен. В целом все, давайте перейдем к созданию логики. Для начала нам понадобится Begin Play. Сразу добавлю Event Tick. А, можно было, конечно, не удалять это все. И сейчас очень важный ивент, это добавление Event Any Damage, для детекции и получения дэмэджа. А вот здесь смотрите внимательно. Этот Event Any Damage принимает наносимый урон. Если вы помните, мы передаем урон через блок Apply Damage. Помните, что мы писали эту логику в снаряде? Снаряд наносит урон через эту функцию Apply Damage. Снаряд будет наносить урон астероиду, и астероид будет принимать этот урон. И как раз здесь мы будем обрабатывать этот урон. В нашем случае достаточно будет просто уничтожать астероид. А так, фактически, вы можете составить здесь любую логику при нанесении урона. Анимацию взрыва астероида, звук взрыва астероида и все что угодно. А если, например, это у вас персонаж, здесь можно повесить обработку этого урона. Ну, например, составить формулу отнимания от брони. Когда броня закончится, отнимать уже от жизни. Когда заканчивается жизнь, включать анимацию смерти. Различные эффекты, переходы. Может быть, персонаж будет включать рэгдолл, падать по рэгдоллу. Ну и, кстати, по дэмэдж тайпу можно определять тип урона. Вода, может быть, огонь, меч и так далее. Снова вызываю по привычке parent. Может, я все-таки буду использовать родительский класс, чтобы сделать несколько астероидов. Ну, мало ли. У дэмэджа тоже есть parent event. Все пины подключают друг к другу. Создам новую функцию. Это будет инициализация астероида. Сразу же эту функцию повешу на begin play. Закомментирую. Чуть позже в эту функцию мы пропишем логику при появлении астероида. Создам еще одну новую функцию для движения астероида. Так и назову moving. Сразу же эту функцию подключу на tick. Сейчас на any damage я повешу функцию destroy, хотя можно и set lifespan повесить. Но в дальнейшем я планирую еще сюда добавить функцию добавления очков. Очки будут идти в зачет игроку. Очки будут храниться в геймстейте. Количество сбитых астероидов, то есть очков, будут показываться на интерфейсе. Итак, а зачем же нам все-таки нужна функция инициализация? Эта функция вызывается на begin play, то есть при создании самого астероида. И она поможет нам рандомизировать астероид. То есть в самом начале, когда астероид появляется, можно сделать рандомный ему размер, рандомный спрайт, рандомный цвет, угол наклона спрайта. Можно также рандомизировать скорость полета и направление полета. Таким способом у нас будут на экране несколько разных астероидов. Хотя на деле всего будет один класс. Я думаю, никому не будет интересно сбивать одни и те же астероиды. Ну и давайте начнем со спрайта. Я вытаскиваю ссылку на компонент PSBody, вызываю функцию setSprite, сразу подключаю. А таким способом я сейчас здесь создам новую переменную. И эта переменная будет массивом. И из этого массива уже можно будет выбирать рандомный спрайт. Отсоединяю от пина, назначу новое имя, спрайтс и переключу на массив. Подтвердим изменение Change Variable Type. Из массива вытягиваю блок Random Array Item. И подключаю. И будет достаточно вот в этот массив указать все возможные спрайты астероидов. Укажу спрайты астероидов. Вот тут есть и коричневые. Дальше укажу еще и серые. Ну вот, я значит указал спрайты в массив. И теперь из этого массива будет рандомно выбираться спрайт и назначаться новый. Эта перемена, кстати, в качестве параметра, поэтому ее можно открыть и назначить Read Only. Чтобы была возможность настраивать эту переменную и в других местах. Еще можно добавить небольшое смещение по цвету. Вызываю у спрайта функцию Set Sprite Color. Подключаю. По умолчанию в компоненте белый цвет. От пина New Color вызываю блок Make Linear Color. Чтобы астероиды хотя бы друг от друга отличались оттенками. Вызываю блок Random Float in Range. Рандомное число в диапазоне. По каналам RGB и еще Alpha. От 0 до 1. Впишу на вскидку 0,8 и 1. Думаю, хватит. И теперь раскопирую на каждый канал. Альфу ставим единицу. У нас полупрозрачных астероидов не будет. Сохраню blueprint на всякий случай. Так, а теперь рандомизируем размер астероида. Вызываю блок Set Actor Scale 3D. Подключаю. Скопирую блок Random Float in Range. И подключу напрямую к ходному пину New Scale 3D. Опять же, возьму на вскидку масштаб от 1 до 3,2, наверное. Пусть иногда строит будет в 3 раза больше. Ну и последнее. Сделаем рандомизацию скорости. Кстати, нужно создать эту переменную. Так, назову ее Speed. Можно тоже открыть эту переменную. Но не делать Red Only, потому что происходит изменение. Хотя, наверное, лучше сделать отдельную переменную, где можно сдавать диапазон скорости. И уже ее сделать открытой. Эту переменную потом можно будет подключить к этому блоку от минимально до максимально. И менять этот диапазон извне. Числа на вскидку подбираются опытным путем. Примерно от 400 до 2200 я поставил. Потом можно будет подрегулировать. Давайте я уже сразу все-таки создам переменную диапазона. Так, переменная типа Float Range. Назначу имя Speed Range. А переменную скорость обратно скрыть. Даже сделаю ее Private. Будет перемена только для внутренней работы. Так, нет, нам не нужен массив. Нам нужна просто сингл-переменная. Применим изменения. Надо скомпилировать Blueprint, чтобы изменения вступили в силу. Диапазон от 400 до 2200. Правая кнопка мыши по переменной. Выбираем Split Struct Pin, чтобы раскрыть структуру. И еще раз по каждому выходному пину нам нужно вытащить флотовые значения из этой структуры. Подключаем к минимуму и максимуму. Тэш тут 400 не вписался. Еще раз вписываю. И вот у нас, значит, сдается минимум-максимум для скорости. Скорость у нас Private. Чтобы другие разработчики, дизайнеры, которые будут использовать ваш Blueprint, не могли вмешаться в эту переменную и менять ее. Теперь составим логику движения. Но прежде давайте выставим астероид на сцену и посмотрим, как он будет работать. Пока что без движения. Просто мышкой перетягиваю Blueprint на сцену. А да, кстати, забыл повернуть визуал астероида. Сейчас повернем его на 90 градусов по оси Z. Пишу вручную точное число. Скомпилирую и сохраню. Да, вот теперь выглядит правильно. Обнулю позиции. Чуть-чуть сдвину вбок и вверх. Так как все объекты у нас по оси X находятся в нолях. Так, ну да, уже есть астероид на сцене. Это хорошо. Вот еще надо будет потом добавить логику попадания астероида по кораблю. То есть корабль будет дестроиться. Ну, нет, хотя не дестроиться. Будет просто заканчиваться игра. Гейм овер. Игроку просто придется заново начинать игру. Ну и очки, естественно, будут обнуляться. Ну и вот можете заметить, как работает рандомизация астероидов. Разные цвета. Разные спрайты. Разные размеры. В общем, каждый раз разный астероид. И таких астероидов будет лететь несколько штук. Давайте я даже сейчас их скопирую, чтобы посмотреть. Ну вот, разные астероиды, хотя класс один и тот же. Так, важное дополнение. В компоненте сфер нужно указать тип коллизии. Блок All Dynamic. Скомпилирую и сохраню. Теперь попробуем пострелять. Если я выстрелю, астероид должен уничтожиться. Ну да, нормально, работает. Теперь давайте поработаем над движением астероида. Открываю blueprint астероида. Функцию Moving. В целом там движение сделать несложно. Нам нужно вызвать функцию ADD Actor World Offset. И просто будем каждый тик добавлять смещение. В зависимости от скорости. Движение по направлению вектора. В частности, здесь вектор вертикальный, то есть по оси Z. Но при этом надо учесть, что эту ось нам нужно будет повернуть вниз. Чтобы астероиды летели вниз. Ну или просто умножить вектор Z на минус 1. От входного пина по флоту вытягиваю еще одно умножение. Вписываю минус 1. Беру get переменной скорости. Присоединяю ко второму пину. Ну и также напоминаю, что нам все это нужно умножить на get world delta seconds. Так как это дело все происходит в тике. Потому что время обновления кадров всегда разное. А нам нужно всегда одинаковое смещение. Ну и давайте уже подключим и посмотрим. Интересно взглянуть, как оно будет двигаться. О, полетели. Ну правда я не успел видеть. Сейчас повыше их подниму. Вот. И у всех, кстати, еще разная скорость. Сейчас даже маленько поверну каждый астероид. Чтобы изменить направление полета. Ну да, все отлично. Каждый летит по своему направлению. Нормально, доволен я результатом. Ребят, я напоминаю. Становись бустерианцем. Это не сложно. И пиши в комментариях. Либо в дискорд канал. Где, соответственно, мы и будем разбирать твои проекты. Также ты найдешь там разделы с челленджем. Как раз таки по этой игре. Ну и различные тематические чатики. Посвященные саунд дизайну. Так что обязательно подпишись. Продолжим. Теперь давайте создадим класс, который будет стоять сверху. И пулять в нас эти самые астероиды. То есть спавнер астероидов. Создам на основе простого эктора. Назову его blueprint. Spawn asteroids. Открываю. Перехожу event graph. И сразу начинаю делать логику. По привычке вызываю parent. И сейчас я хочу сделать спавн астероидов на основе стандартного таймера. Взываю блок set timer by event. Ставлю галочку looping. Чтобы зациклить. Время, кстати, можно вывести в параметр. Ну, я пока что впишу 200 миллисекунд. Создам кастом ивент, который будет вызываться через этот самый таймер. Пусть называется single spawn. Подключу этот созданный ивент на таймер. Из спина ивент вытягиваю блок create event. Этот ивент будет вызываться каждые 200 миллисекунд по таймеру. При каждом новом вызове будем спавнить новый астероид. Из списки ищу этот самый ивент. И выбираю его. Добавлю комментарий и нит. И покрасивший все расположу. Во вьюпорте я добавлю новый компонент box collision. В пределах этого бокса будем производить спаун астероидов. Когда мы выставим этот эктор на сцену, мы этот бокс расширим. До определенных нужных пределов. Можно даже в принципе переименовать. Назову его area. А также имеет смысл отключить полностью коллизию, потому что здесь она не нужна. Беру ссылку на эту область. Вытягиваю блок get component bounce, чтобы получить размеры этой области. Далее вытягиваю блок random point in bounding box, чтобы получить рандомную точку, рандомную позицию в пределах этой области. Теперь вызываю блок spawn actor from class, для того, чтобы заспаунить астероид. Выбираю класс астероида. Раскрываю transform. Раскрываю еще и location. Здесь также это все раскрываю. При помощи split struck and pin. И протягиваю только оси y и z, потому что по оси x у нас будет всегда 0. Так как все объекты находятся по оси x в нулях. И при помощи блока random float in range задам рандомный поворот. Также rotation раскрываю при помощи split. Поворачивать нужно только по оси x. На скидку пусть поворачивается от минус 16 градусов до 16 градусов. Думаю этого хватит. Укажу овнера, чтобы астероид знал, кто его хозяин. Вызываю блок self. То есть вот этот самый blueprint, вот этот самый spawner. Ну в принципе это все. По begin play мы активируем таймер, который тикает каждые 200 миллисекунд, который вызывает данный ивент. И каждые 200 миллисекунд будет создаваться новый астероид в рандомной позиции, в рандомной ротации и улетать вниз. Давайте выставим этот blueprint на сцену, проверим как он работает. Но эти астероиды я уж удалю, они не нужны. Вытягиваю этот blueprint на сцену, обнуляю сразу позиции. В details в компонентах я выбираю эту область area и задаю нужные размеры. Все размеры и позиции я уже подобрал заранее. Размеры будут 32 900 на 32. В позиции поднимаем по высоте на 700 единиц. И вот в этой верхней области будут спавниться астероиды, которые будут улетать вниз. Отлично, все работает. Теперь в качестве оптимизации эти астероиды, которые улетают вниз, надо как-то уничтожать. Чтобы они не накапливались. В качестве демонстрации я покажу, как пользоваться левел-блупринтом. Это тот самый blueprint, который привязан конкретно к уровню. Чаще всего он применяется для триггерной логики конкретно на уровне. Подобрать конкретный ключ, открыть конкретную дверь и тому подобное. Выставляю на сцену бокс-триггер, обнулю позиции и задам размеры. 500, 2,400 и 40. Этого хватит. По оси Z по высоте опущу на минус 700 единиц. По этому триггеру мы будем ловить улетевшие астероиды и уничтожать их. Теперь составим логику в левел-блупринте. Открываем его здесь. Open Level Blueprint. Но эти блоки нам уж точно не нужны, я их удалю. И сейчас здесь пропишу логику по уничтожению лишних астероидов. Логика должна срабатывать в момент пересечения триггера. Итак, ребята, это экстренное включение, небольшая вставочка в этот курс. В общем, эпики решили немножко в последней версии своего движка поменять интерфейс. И в итоге, когда вы дойдете до того момента, когда вот этот триггер, на этот триггер нужно будет добавить event. Я говорил, что нужно по нему правой кнопкой мыши нажать. И вот здесь, в самом низу, в контекстном меню, вы увидите пункт add event. Но вот здесь такого нет, потому что эпики поменяли. И в итоге этот пункт переехал вот сюда. Нажимаем actor. И вот здесь в виде add event. И здесь вы уже выбираете on actor begin overlap. У меня его сейчас здесь нет, потому что он у меня и так уже есть в левел-блупринте подключен. Вы здесь увидите этот event. Он actor begin overlap. Выбирайте его. Что означает начало перекрытия. Появляется такой блок в левел-блупринте. Этот event будет вызываться в тот момент, когда астероид будет попадать в триггер. Также убедитесь, что выбран пресет коллизий триггер. По триггеру будет попадать какой-то actor. Нам нужно узнать, какой именно это actor. В этом поможет каст, приведение типа данных. Проще говоря, в игре все мечи это оружие. Но все оружия не могут быть мечами. Могут быть еще топоры и молоты. Вызвал и подключил каст BP asteroid. И теперь дальнейшая логика будет работать только на астероидах. Добавил функцию destroy actor. Для проверки я даже могу сюда повесить принстринг. Буду выводить имя конкретного астероида, который попадает в этот триггер. Ну и давайте проверим, как это работает. Функция принстринг будет выводить сообщение во вьюпорте наверху слева. Сейчас здесь выводятся имена тех астероидов, которые попадают в триггер. Так, ну все отлично. Мы решили проблему накопления астероидов. Теперь память и общий ресурс компьютера не будут тратиться на них. Ну, в целом мы уже выходим на финишную прямую. Сейчас я еще хочу добавить логику в кораблик для того, чтобы определять попадание астероида по нему. Открываю blueprint hero. Перехожу в event graph. Кроме прямого нанесения урона через блок damage, также можно определять через begin overlap. Выбираю компонент сфер body, прокручиваю details вниз и вызываю event on component begin overlap. Покажу еще один способ, как определить, какой именно actor попал в перекрытие сферы. Не обязательно это делать через каст. У pinouther actor я вытягиваю функцию get class. Таким способом я могу узнать, какого класса actor. Вытягиваю блок класс из child of для того, чтобы проверить дочерность этого класса. Parent class выбираю BP asteroid. На выходе я получу булевое значение true либо false, то есть правда или ложь, является ли этот класс дочерним или равен ему. Подключаю branch. И теперь следующая логика после true будет работать только в том случае, если попадание было именно астероидом. Позже я сюда буду добавлять еще логику перехода в gameover, а сейчас можно добавить просто звук. PlaySound 2D. Опять же нужно сходить создать soundcue звук. Переходим в папку audio, где лежат все наши вап звуки. И от sfx lose создаю kue. Все так же называю с префиксом soundcue loss. Добавлю туда модулятор для рандомизации. И теперь этот самый kue укажу. Так, готово. Давайте проверим это попадание. Ну да. Есть попадание. Чуть позже, когда сделаем интерфейс, добавим туда логику перехода в gameover. И прежде чем мы приступим к созданию интерфейса, давайте создадим необходимые функции переменные. В частности я говорю про переменные, где будет храниться время, очки, а также булевые переменные, которые будут отвечать за состояние игры. То есть в игре сейчас находится игрок или вне игры. В нашей ситуации вне игры игрок может находиться только в меню. Открываю гейммод, который находится в папке core battle. В нем я создам булевую переменную, отвечающую за это состояние. Назову ее be state in game. Сразу же сделаю ее private, чтобы не было к ней доступа. Получать информацию будем через функции чтения. Я еще раз хочу заострить ваше внимание на то, что иногда переменные нужно делать приватными, private, частными и функции тоже. Это делается для того, чтобы к ним не было доступа из мне, из ниоткуда. Ваш блупринт может попасть в руки другому разработчику или дизайнеру, который захочет менять во время работы значение этой переменной. А это будет существенно влиять на работу этого блупринта. Например, нельзя менять значение положения кораблика на экране. Иначе вы рискуете получить асинхронное движение или вовсе вылет за пределы мира. Поэтому доступ к некоторым переменным и функциям стоит закрывать. Доступ извне, например, из левел блупринта. Создаю геттерную функцию getStateInGame. Эту функцию я сразу делаю pur. Сейчас я объясню, что это такое. Добавляю на выход булевый пин и подключаю эту переменную. Вписываю имя пина beOutState. Итак, pur или чистая функция. Смотрите, вот это та самая функция, которую мы создали. Сейчас я заодно создам сеттерную функцию. То есть задающую значение. SetStateInGame. И это будет inPurная функция, то есть без галочки pur. Вот я ее выставляю тоже. И смотрите разницу. Верхняя функция pur, нижняя inPur. Переводится как чистый и нечистый. У чистой функции нет входного exec и выходного exec пинов. У нижней inPur они есть. Для чего это используется? Pur функцию удобно использовать для каких-то параметров, для каких-то геттерных значений. Вот как в данной ситуации. Конечно, входные значения тоже могут быть, но чаще применяется такой вид. Где получение выходного значения будет происходить автоматически при подключении этого пина. InPurная функция, то есть обычная, вот эта стандартная, которая и создается в таком виде, чаще всего применяется для задания каких-то значений, вызова других функций, выполнения больших сложных логических операций. И вот здесь внимание. Если у вас в pur функции, в чистой функции несколько выходов, несколько output, то получение значения каждого пина будет вызывать эту функцию повторно. Эта ресурсозатратна и не оптимизирована. InPurная функция будет вызываться только один раз, используя эти exec пины. Поэтому, если у вас несколько output, имеет смысл использовать InPurную функцию, дабы избежать повторного вызова этой самой функции и излишнего расхода ресурсов на обработку той логики, что находится внутри этой функции. Продолжим писать логику. Геттер у нас готов. Теперь нужно сделать сеттер. Добавляю входной булевый пин в InNewState. Теперь я сравниваю эти значения. Не равно ли новое значение старому? Если нет, то продолжим логику. Фактически это функция переключателя, то есть вызывается только при изменении значений. Зачем нам вызывать еще раз гейм-овер, если и так уже гейм-овер? Назначаю этой переменной новое значение. В принципе, если бы у нас была просто переменная, я сейчас объясню, почему я так сделал, то я бы без какой-либо проверки подключил эту переменную напрямую. Да и может вообще не использовал бы эти функции get и set. Но сейчас внимание, важно. Я создаю event-диспатчер. Называю его onStateInGame. Сейчас объясню, что это такое. Сразу же добавляю булевый параметр. Так его и назову, beNewState. Возможно, вам будет очень тяжело понять, что такое event-диспатчер. Я, конечно, попробую объяснить. Так, еще раз, смотрите внимательно. Я вытаскиваю этот диспатчер на граф и вызываю в списке Cal. Другие пункты понадобятся позже. И подключаю этот диспатчер. Булевую тоже. Вообще, диспатчер, ну что в переводе диспетчер, и работает как диспетчер. Это такой инструмент, который может сообщать, передавать информацию, ну, в частности, значение вот этих переменных входных. Ну, если говорить очень грубую аналогию, диспатчер или он же диспетчер, это своего рода ретранслятор. Или глухой телефон. Или посыльный. Ну, представьте себе, вы большой директор вашей большой игровой студии, и у вас есть секретарша. И вам вот срочно нужно уехать, не знаю, куда-нибудь, на Девгам в Москву. И вы говорите своей секретарше, каждый, кто придет ко мне, пусть знает, что я уехал. И приеду я примерно от такого-то числа. А если всем будет прям, ну, не втерпешь, пускай едут тогда ко мне. И смело уезжайте на Девгам, то есть. И каждый, кто придет к вам, секретарша будет сообщать им, что вас нет на месте, вы уехали. И вся соль в том, что у вас есть некая информация, и есть диспетчер, который может передать эту информацию. Но вы не знаете, кому и когда может понадобиться эта информация. Поэтому вы оставляете своего диспетчера с этой информацией, чтобы каждый, кто приходил, получал эту информацию от вас. Но думаю, на практике вы более подробно разберетесь с этим инструментом. Итак, булевые перемены у нас есть. Есть функции getter и setter. Напоминаю, getter возвращает значение булевой, а setter работает как переключатель. Теперь продолжим работу в гемстейте. Создаю новую переменную, где будут храниться очки игрока. Назову score, тип переменной integer. Целочисленные значения. А также создаю переменную для хранения времени. Назову time. По идее, я, конечно, здесь тоже могу воспользоваться функциями getter и setter. Но давайте в качестве примера я буду использовать только переменные. Соберу блупринт и сохраню его. И да, обе переменные, типа integer. Целочисленные. Один, два, три и так далее. Добавляю beginPlay на граф. Дополнительные еще вызываю parent. Я это делаю по привычке. Вы, конечно, можете этого не делать. Вот сейчас, кстати, нам понадобится связаться с гейммодом. Создам функцию getter для получения ссылки на гейммод. GetGM. Открываю эту функцию. И здесь вызываю блок getGameMod. Через КАС делаю приведение гейммоду Battle, который мы создавали. И создам переменную с этим типом гейммода. Ссылка на батл гейммод будет храниться в этой переменной. GM REF. Эта перемена только для внутреннего использования, поэтому private. Вытаскиваю get этой переменной на граф. Нажимаю по ней правой кнопкой мыши. Выбираю convert to validate. Таким способом мы будем проверять валидность этой переменной. У функции я создаю output pin просто перетаскиванием на return node. Переименую в outref. Если переменная GM REF валидна, то функция сразу вернет ее значение. А если же нет, то сначала разыщем этот гейммод, запишем в эту перемену и только после этого отправим на выход. Это типичная геттерная функция, где поиск и запись переменной ссылки происходит по первому вызову. А во всех последующих вызовах возвращается значение уже записанной переменной. Таким способом нам не нужно будет каждый раз искать гейммод и кастить его. Геттерная функция выглядит вот таким образом. Это pur функция, чистая. И теперь мы спокойно можем получать ссылку на наш гейммод. Нам это нужно для того, чтобы отслеживать состояние игры. Та самая геттерная функция, getStateInGame, которую мы создавали. А на beginPlay я добавлю таймер. Для ведения отчета времени. Пусть он будет тикать раз в секунду. Зациклено. На этот таймер сейчас создадим новый ивент. Выбираю createMatchingEvent. Даже не знаю, как его назвать-то получше. Может сингл тик. Хотя, конечно, плохое название. Ну ладно, одиночный тик таймера, который будет тикать раз в секунду. Указываю этот ивент в таймере. Ставлю комментарий init. И теперь в этом сингл тике я буду проверять состояние игры. Если игрок находится в игре, значит можно вести отчет времени. Ставлю бренч, подключаю. А если не в игре, отчет времени просто не будет идти. Вытаскиваю на граф переменную времени, вызывая блок инкремент. Это единичное приращение. То есть при каждом вызове будет прибавляться единица. Так как сингл тик вызывается раз в секунду по таймеру, то значение в переменной времени будет увеличиться на 1. Каждую секунду. Объединил эту группу блоков в комментарии. Это важно. Код должен быть чистым и опрятным. Он должен быть понятен другим разработчикам. А особенно вам, спустя какое-то время. Так как банально вы можете забыть. И вот наконец-то настало время применить тот самый диспатчер из гейммода. Копирую гетерную функцию и вызываю блок bindEventToOnStateGame. Через бинд мы подвяжемся к диспатчеру и будем от него получать информацию. Запрошу подвязку у диспетчера на самом старте, то есть на BeginPlay. И теперь из пина Event я создам новый ивент. Называю его OnStateInGame. Так, ну тут придется комментарий еще дальше растянуть. Объясню еще раз. Итак, я сделал подвязку на BeginPlay на тот самый диспатчер, который мы создавали в гейммоде. И теперь каждый раз, когда там в гейммоде, в сеттерной функции будет вызываться вот этот диспатчер, вызов этого диспатчера, соответственно здесь мы будем это отлавливать. И каждый вызов, ну соответственно каждый отловленный вызов будет перенаправляться в этот ивент. Кстати, его надо подключить же. Вот выбираю его в списке. То есть каждое переключение состояния игры мы будем отлавливать вот в этом ивенте. И вот сейчас применим этот ивент. Добавлю бренч, подключу. True это в игре, false это вне игры. Каждый раз при входе в новую игру будем обнулять счетчик очков и время. Подключаю сет этих переменок к true последовательно. Значения уже вписаны нулевые. Снова закомментирую блоки. Он стоит in game. Вот таким способом диспатчер нам позволяет следить за состоянием игры. Вы игре ли сейчас игрок или вне игры. Давайте уж сразу добавим счетчик очков, то есть счетчик астероидов. Открой блупринт астероида. И на ивенте damage, где астероид уничтожается, я добавлю логику добавления очков. Вызываю блок game state. Из него вытягиваю cast на battle game state. Вытягиваю getter переменной очков, get score. И также вытягиваю increment, приращение на единицу. После этого подключаю уничтожение астероида. Ну и давайте тогда уж сразу завершим логику в кораблике. Открываю hero. Ну помните, мы сюда должны были поставить проверку, находится игрок в игре или нет. Сейчас надо, кстати, еще добавить getter функцию на game mode. В принципе, повторяем получение battle game mode так, как мы уже делали в game state. Создал функцию get game mode. Я сейчас даже просто возьму отсюда все это, скопирую и сюда перенесу. Стандартное сочетание клавиш ctrl c, ctrl v. Видите, что переменная серая. Это означает, что переменная еще не создана. Правой кнопкой мыши по ней. Выбираю create variable. Так же делаю ее private. Вот и все, функция уже так быстро готова. Не забываем поставить галочку pur у функции. И теперь можем применить ее по назначению. Вытаскиваю эту функцию на граф. Вызываю функцию get state in game. Подключаю к бренчу. Кстати, давайте применим макрос. Макрос это объединение нескольких блоков в один блок. Создав один макрос, мы можем применять его уже несколько раз в разных местах. Выделяю нужные мне блоки. Нажал правую кнопку мыши. И выбираю collapse to macro. Задам имя макросу check state in game. Теперь надо донастроить сам макрос. Открываем дабл кликом. Протягиваем пины. От бренча на input. Он автоматически создается. И точно так же от true и false на output. И вот теперь благодаря макросу у нас есть один маленький блок для проверки состояния игры. Логика внутри одна, а использовать макрос можем в несколько раз в разных местах. Подключаем макрос в промежуточную связь между ивентом и бренчем. При помощи макроса мы проверяем в игре ли игрок находится. Если нет, то дальше логика просто не сработает. И да, нужно эту же проверку повесить на стрельбу. Копируем макрос сюда. Только на включение стрельбы. На отключение нам не важно. Иначе получается, что игрок может стрелять еще и из меню. А еще сейчас стоит в инститализацию добавить тот же бинт на состояние игры из гейммода. Вот вытаскиваю бинт, ивент, он сетгейм тот же самый. Ивент создаю сразу же. Его так же и назову. Так, отсюда надо вырезать, перенести в ивентграф. Он там все равно работать не будет. Тут все подключу. Выберу из списка этот ивент. Перекомпилирую блупринт и сохраню его. А так же имеет смысл сразу вызвать этот ивент. Потому что сразу он сам не вызовется. Опять из гейммода вытягиваю эту функцию. GetStateInGame и вызываю этот самый ивент. Он StateInGame. Теперь перейду обратно в ивентграф. Продолжу писать логику на состояние игры. На этот ивент. Здесь, кстати, поставлю комментарий. Так, ну это уже Death. Это все. А, ну еще на смерть я добавлю переключение состояния игры в GameOver. И из гейммода вызываю функцию SetStateInGame. Входной булевый пин остается False. Подключу перед звуком, ну хотя это не важно. Итак, ивент onStateGame. Добавил комментарии и подключу Branch. Вызываю функцию SetEctorHiddenInGame. Подключаю к True, делаю копию и подключаю к False. Внимание на входные булевые галочки. В верхней функции нет галочки, в нижней есть. Кораблик будет скрыт, когда игрок находится вне игры. И будет показан в игре. Также на False надо отключать оружие. Собирая и сохраняя блупринт. Так, ну и наконец-то перейдем к созданию интерфейса. Открывая папку UI, создам папку WidgetBlueprint WBP. Еще одно экстренное включение. На сей раз в новой версии эпики изменили немножко WidgetBlueprint. Его создание и чуть-чуть содержимое. Итак, при создании виджет блупринта, мы выбираем вот User Interface, WidgetBlueprint. И здесь просто выбираем User Widget. Можно его здесь выбрать, можно здесь. Далее, когда вы его откроете, в старой версии здесь был Canvas Panel. Поэтому сейчас добавляем его. И после этого вы можете продолжить создавать визуальную часть интерфейса. Создам класс виджета, правая кнопка мыши, в User Interface я выбираю WidgetBlueprint. Это специальный блупринт, предназначен для интерфейса. С префиксом WidgetBlueprint назову его PlayerHut. Хат игрока. Перед вами окно дизайнера, где строится визуальная часть интерфейса. Кнопки, слайдеры, картинки и так далее. Добавляю элемент WidgetSwitcher. Для переключения интерфейса меню игра. Перетаскиваю в иерархию. Иерархия это список элементов, которые содержат интерфейс. Элементы также можно сортировать по слоям. Кто-то выше, кто-то ниже. Добавляю еще Canvas Panel. Это пустая панель, в которую будем добавлять еще другие элементы. И таких панелей добавляю 3 штуки внутрь WidgetSwitcher. Каждый Canvas Panel будет отвечать за текущее состояние. Первый будет просто меню. Второй это именно хат игрока в игре. И третий это GameOver. Элементом WidgetSwitcher мы будем переключать эти панели. Справа в Details'ах задам имена, чтобы не перепутать их. Меню, Game и GameOver. Кстати, нужно растянуть размеры WidgetSwitcher на всю. В Details Anchor последний режим растягиваю по высоте и ширине. И обнуляю отступы. Ну и соответственно у каждого Canvas'а указываю здесь режим растяжения по ширине и высоте. Теперь независимо от экрана и разрешения. Всегда будет растягиваться виджет на весь экран. Лучше напишу in-game в игре. WidgetSwitcher будет переключать эти Canvas' панели посредством индекса. Вот он Details, активный виджет, индекс. Я пока что переключусь в граф, чтобы показать вам эту функцию. Здесь в принципе все то же самое, как в Blueprint'е. Хоть и есть некоторые отличия. И вот, если я беру ссылку на этот виджет, я могу вызвать функцию, где можно менять индекс. А меняя индекс, я как раз таки меняю Canvas' панель. Ладно, давайте продолжим делать визуальную часть. Вернусь обратно в дизайнер. В меню я добавлю текст. Это будет название игры. Якорь ставлю по центру. Обнуляю смещение. Размер пусть будет 300. Нет, даже 500 на 100. Соотношение по выравниванию 0,5, чтобы было точно по центру. Сам текст тоже по центру. Мне надо текст все же выше поднять. Где-то минус 150, минус 200. Ну и вписываю сюда название игры. Теперь надо установить шрифт, который мы загружали ранее. Любой сейчас выберу, этот или этот. Размер увеличу. Поставлю 72, думаю, нормально. Поставлю размеру уж больше, чтобы весь текст влезал. 1000 на 130. И еще поднять повыше, где-то, ну, 250. Дальше сюда же я добавлю элемент vertical box. Поставлю также по центру якорь. Обнулю все позиции. 0,5, олигмент. Размеры задам. Хотя надо вписать лучше. Ну, где-то 500 на 500. Нет, на 400 лучше. И маленько опущу. И вот в этот vertical box будем добавлять кнопки. Vertical box это значит коробка, в которой будет все строиться вертикально. Все элементы, которые туда будут попадать, ну, в частности, кнопки, они будут располагаться последовательно вертикально. Добавляю в vertical box элемент button, кнопку. Добавлю описание для этой кнопки. Чтобы это сделать, я добавлю элемент текст прямо в саму кнопку. Скопирую тот же самый текст из названия в кнопку, только уменьшу размер шрифта. Сейчас в самом тексте впишу play game. Дам имя этой кнопки, чтобы можно было использовать в blueprint'ах и не запутаться. Ну, и вот, собственно, визуально сама кнопка с текстом. Сейчас еще хочу добавить одну кнопку. Просто возьму эту и скопирую ее. Это будет кнопка выхода. Так и назову ее. Button quit. В тексте описание я тоже поменяю на quit. Вот чтобы эти кнопки разделить друг от друга, я добавлю между ними элемент спейсер. И по у смещаю маленько. Ну, в принципе, я думаю, в целом пойдет. Вертикл бок, кстати, можно поменьше попробовать сделать. Вот по ширине, ну-ка, например. Нет, хотя не надо, лучше оставлю. Вот по высоте поменьше сделаю. И немного сдвину. Вот, это, значит, канвас панель меню. Теперь in-game. Но я его оставлю пустым. Здесь наверху будет счетчик очков и время. Но я хочу его сделать за пределами этих канвасов. Чтобы они всегда везде отображались. И следующий канвас гейм-овера. Я прямо скопирую этот текст сюда. Отцентрирую его. Может, чуть-чуть только подниму. И пишу текст game over. Так, ну и вот три канвас панели. Вот, и они будут переключаться. Теперь давайте перейдем в граф, чтобы написать логику. Так, это нам не нужно. Это тоже вот констракт я оставлю. Если далеко не вдаваться подробностей, то ближайший аналог этому ивенту, то есть ивент констракт, это begin play. Нам снова понадобятся гетерные функции game mode и game state. Давайте их сразу создадим. Я просто возьму и снова скопирую всю внутреннюю часть, чтобы не делать это повторно. Создам функцию get.gm. Вставляю, подключаю, создаю переменную. Делаю сразу private. И функция готова. Также не забываю сделать чистую функцию pur. Все, вот она, гетерная функция. А вот гетерную функцию game state я вроде еще не делал ни разу. Get.game state сразу ставлю pur. Так, return node нужен. Я вызываю блок get.game state. И от него беру каст на наш battle.game state. Вот он, vp battle game state. Отсюда я создаю новую переменную. GEM.GS. REV. А, же приватная. Перетаскиваю в private. Так, ее вытаскиваю теперь. Конверт валидед гейт. Подключаем. И, в принципе, провожу все те же самые манипуляции. Что и с гейммодом. Вот, готово. Вот они, наши две гетерные функции. Теперь можем ими воспользоваться. Мы сможем подключаться к бинду. Следить за состоянием текущей игры. Получать значение времени. Получать значение очков. И все это выводить на виджет. Давайте сразу же и подключимся для отслеживания состояния игры. Из гейммода вызываю тот же самый бинт-эвент. Тут стейтингейм. Создаю ивент. Называю его он стейтингейм. Указываю его в списке. И подключаю к констракту. Хотя надо предварительно еще одну логику сделать. Сам игрок сейчас управляет корабликом. Нам нужно переключить управление на виджет. То есть на интерфейс. Чтобы появился курсор мыши. Он мог выбирать кнопки и так далее. Переключение происходит в плеер-контроллере. То есть в той самой прослойке между игроком и корабликом. Чтобы вызвать плеер-контроллер. Здесь есть специальная функция для этого. GetOwningPlayer. Вызываю ее. И вызываю функцию SetInputModeUIOnly. То есть переключаю ввод только на интерфейс. Таким способом игрок не будет управлять корабликом. Потому что все управление переключится на интерфейс. Здесь, кстати, можно задать фокусный виджет. То есть можно на self. Хотя лучше даже, наверное, сразу на кнопку. Даже лучше на кнопку Play Game сразу. Теперь надо показать курсор мыши. Вытягиваю SetShowMouseCursor из плеер-контроллера. Ставлю галочку True. Подключаю. Даже, наверное, сейчас получше сделаю все это последовательно. Поаккуратней. На всякий случай я включу индекс 0 у виджет-свитчера. Чтобы изначально отображалось именно меню. Функция SetActiveWidgetIndex. Ставлю 0. Ну и после этого подключаю бин. Добавляю комментарии. И нит. Давайте сначала сделаем действие по кнопке. Я выбираю ButtonPlayGame. И вот внизу в ивентах я нажимаю на OnClickIt. Появляется ивент, который будет вызываться по клику этой кнопки. То же самое я делаю по кнопке Quit. Значит, здесь я вызываю функцию QuitGame. Сразу обернув комментарий, Quit. А по нажатию кнопки PlayGame нужно переключать игровой режим. Вот я копирую GameMode. Взываю функцию из GameMode SetStandGame. Входной булевый пин ставлю True. Тоже оборачиваю в комментарии PlayGame. Так, сейчас поаккуратнее расположу тут все. А теперь ивент, который будет вызываться при изменении состояния игры. Нужно также переключать режим инпута. Показывать или скрывать курсор. Я копирую сейчас это все из нита. Ставлю бренч. Итак, True это когда игрок в игре. False когда он в меню. Ну, False в принципе тут менять не надо. Это копия нита. Только вот здесь нужно переключать ActiveWidget 2, чтобы показывать GameOver. Вот этот канвас панель GameOver. ActiveWidget 2. 2, потому что счет начинается с нуля. А через секунду блок Retriegered Delay можно теперь уже показывать снова меню. ActiveWidget 0. Так, а в верхней части нам наоборот нужно сделать управление именно в игре. Вызываю функцию SetInputModeGameOnly. Подключаю. Курсор наоборот скрываю. И переключить в индекс 1. Так, ну все, оборачиваю в комментарии. Он StateInGame. Вообще, этот бинт имеет смысл вешать на полноценный ивент инициализации. Конечно, в нашей ситуации на результат это вообще никак не повлияет. Но давайте уж сразу сделаем по-хорошему. Слева во вкладке Functions я вызываю Event on Initialization. Ивент инициализация вызывается при создании виджета, то есть один раз. А вот ивент констракт вызывается каждый раз, когда виджет будет показываться во вьюпорте на экране. Но так как он будет у нас показываться только один раз, то и фактически ивент констракт тоже вызовется один раз. Добавляю комментарий. И вот на сей раз это действительно init. А внизу это show. Так, теперь этот виджет нужно выводить на экран. Сейчас я перейду в Blueprint HUD. Вот он Blueprint Battle HUD, который мы ранее создавали. Так, это я удалю. Генплей я оставлю. Нужно сейчас снова сделать геттерную функцию для получения плеер хада. Так, назову GetPlayerHUD. Все то же самое, как в обычном геттере. Пур функция. Выход. Взываю блок Create Widget. В нем выбираю PlayerHUD. Создаю переменную этого же типа. Называю PlayerHUD REF. Опять же, приватная переменная. Вытаскиваю геттер этой переменной. Конвертирую в проверку валидности. Все это подключаю. Значение перемен перетягиваю на RetourNode. Назову OutRef. Если не валидно переменная, то создать виджет, записать в переменную и снова на выход. Во входной пин OveningPlayer нужно указать PlayerController. Вытягиваю функцию GetOveningPlayerController. И теперь на BeginPlay добавим функцию добавления этого виджета на экран. Вытаскиваю эту геттерную функцию, которую мы только что создали. И вызываю функцию AddToViewport. Все, подключаю и оборачиваю в комментарии. Давайте проверим, как работает виджет. Запускаю и вижу, да, у нас появляется название, меню, две кнопки, курсор мыши. Я сейчас вот нажму на Quit и должно выйти. А если нажимая PlayGame, то должен появиться кораблик и полетели стрелять астероиды. Ну да, все отлично, работает. Так, и выход GameOver. Вот, переходит сразу же обратно в меню. Ну все, отлично, работает. Осталось нам добавить только счетчик очков и времени. Давайте это и сделаем. Снова открываю виджет. Перехожу в дизайнер. Добавлю я сюда еще один Canvas Panel, но минуя самого виджет свитчера. Чтобы этот Canvas Panel всегда отображался везде. На весь не буду, растягивает. Поставлю по центру сверху. Позицию обнулю. Алигмент 0.5, чтобы было точно по центру. Размеры пусть будут, ну, где-то, наверное, 500 на 100. Так, и сюда надо добавить текст. Я сейчас прям возьму, наверное, скопирую из кнопки. Размер достаточный. Там же уже сразу настроенный шрифт. Прям копировка на Spanel. Пусть, значит, это будут очки. Score. Сюда пока что впишу 9999. Текст будет меняться логикой. Пусть размер будет где-то 200 на 60. Этот же самый текст я сейчас скопирую. Прям сюда же. Это будет уже время. Пока что впишу время. 12.34. Теперь надо выравнивать их по центру. Значит, выделяю счетчик очков. И я центрую сверху. Смещение обнуляю. И вот тут, внимание, Алигмент. Я ставлю единицу. Для того, чтобы выравнивание происходило с правого края. И чуть-чуть отодвину. Где-то минус 50. Текст тоже центрую. Ту же самую манипуляцию я провожу для текста со временем. Также центрую сверху. Но Алигмент я здесь оставляю 0. Для того, чтобы центрирование происходило с левого боку. Текст я также центрую. Хотя тут, наверное, даже размер можно поставить 250 и расширить. А то все как-то скомканно выглядит. Сам канвас я расширил. Но зато по высоте можно сузить маленько. 80 поставлю. И теперь добавлю разделитель между текстами. Это будет просто элемент бордер. Ставлю его между текстами. Также его центрирую. Хотя я сделаю следующее. Я выберу вот этот режим. Это центрирование по горизонтали, но по вертикали это растягивание полное. Смещение обнуляю. Размер по иксу где-то 10 хватит. Здесь 0. А Алигмент 0.5, чтобы было точно по центру. Да и в целом нормально. Этот канвас будет отображаться всегда вот в таком виде. Независимо какой канвас пенел отображается. То есть независимо от режима игры. Маленько сдвину его сверху, а то как приклеенный туда. Где-то на 20 пунктах хватит. Давайте посмотрим, проверим. Ну да, вот. Отображаются очки и время. Так, и теперь нужно сделать логику, чтобы выводить значение переменных туда. Так, кстати, забыл задать имя времени. Будет тайм. И теперь нужно создать функцию, которая будет выводить значение в текст. Вот здесь, где текст, я выбираю bind. Create binding. Создается функция, которая будет перенаправлять значение непосредственно в сам текст. Это геттерная функция, которая автоматически создается. Надо имя попроще задать. GetTextScore, например. И давайте эту же функцию я прямо сейчас дублирую. И будет эта функция для времени. GetTextTime. Подключу эту функцию к тексту Time. Вот здесь же. Я прямо выбираю GetTextTime. И прямо в той функции будет сначала все считаться. И прямо передаваться в виде текста уже на интерфейс. Итак, эти переменные хранятся в GameState. Поэтому я вытаскиваю на граф GetGS, получаю переменную Score и подключаю. Блок текста при образовании из интеджера в текст создается автоматически. Так, подожди, не понял. Что-то пошло не так. Оу, блин. Сори, я не туда все это задал. Сейчас я это вырежу. Сюда просто впишу на ли. Это же функция времени. Вот функция Score. Так, вырезал. Вставил сюда, подключил. Еще раз проверим сейчас. Все, вот теперь действительно работает. Отображаются очки. Ведется счет сбитых астероидов. Отлично. Теперь осталось доделать время. Перехожу в функцию времени. Так, ну вот тут будет небольшая хитрость. Ну, в принципе, это просто, но все равно маленькая хитрость все-таки будет. Я вызываю переменную времени. GetTime. Ну вот, насколько помним, у этой переменной Integer у нас хранятся там количество секунд. У нас нет точного числа часов, минут. У нас только секунды. А как помним из математики, у нас в одной минуте 60 секунд. То есть количество секунд мы делим на 60. Таким образом, мы получим количество минут. И если же эти секунды мы разделим по модулю, то мы получим остаток отделения. Я надеюсь, все помнят школьную математику. Итак, делим на 60 секунд, и мы получаем минуты. Берем модуль, мы получаем остаток отделения. Например, у нас 100 секунд. 100, если мы поделим на 60, мы получим 1. И если 100 мы делим по модулю на 60, мы получим остаток 40. То есть получается у нас 1 минута 40 секунд. Теперь преобразуем это все в текст. В этом блоке ToTextInteger я его раскрываю, указывая минимальное количество цифр 2, чтобы всегда отображались две цифры. 0,1, 0,5, 0,7 и так далее. Убираю галочку Use Grouping, чтобы цифры не делились по группам. И дублирую этот блок, подключаю. Таким способом у нас всегда будут двойные цифры. Ну то есть у нас не будут отображаться просто 1, 2, 5 и так далее. У нас всегда будут отображаться 0,1, 0,2, 0,5. Ну как и положено отображаться времени на циферблате. Теперь скомпонуем эти цифры к формату текста времени. Я вызываю блок FormatText. Этот блок принимает текст с параметрами. Параметры нужно вписывать в фигурные скобки. А так можно вписать сюда любой текст. Добавил параметры минуты секунд и подключил их. Естественно между минутами и секундами добавил двоеточие. Давайте соберем, сохраним и проверим. Так, не успел. Еще раз. PlayGame. И полетели. Да, время тикает. Очки тоже набираются. Ну в принципе да, все работает. Отлично. Вообще в принципе-то все. Мы уже закончили игру. Нам осталось ее только собрать. Вот здесь наверху я выбираю платформу для сборки. У меня это Windows Package Project. Имейте ввиду, у вас обязательно должен быть установлен SDK. Ссылка прилагается. Создам какую-нибудь папку, куда это сохранять. Пускай будет Out. Выбираю. И все, сборка началась. Вам осталось ее просто дождаться. В нижнем правом углу вы увидите всплывающую подсказку о том, что сборка началась. Это займет какое-то время. Итак, сборка завершилась. У меня все удачно собралось. Вот Build Successful. Открою папку, где лежит теперь эта игра. Папка Out. Платформа Windows. И вот наша сборка с игрой. Открываю. И вот она уже полноценная сборка. Полноценная игра. Которую можете заархивировать. Куда-то загрузить. Можете передать другу. Пускай они поиграют. Попробую сам запустить поиграть. Очки набираются. Время идет. Кораблик летит. Астероиды тоже летят. Ну, в принципе, все отлично. Все работает. Не хватает музычки только. Ну, и так, ребята. Подводим итоги. В целом, вот за такой короткий промежуток времени мы смогли сделать вот такую маленькую 2D игру. Она простая. Она легкая. Она как раз-таки показывает, как делать вот такие базовые элементы. Там, плупринты. Даже виджет простенький сделали. Могу даже сказать, что вы научились делать довольно-таки многое. И вот даже уже сейчас фактически вы готовы создавать свои, хоть и простые, но первые игры. Поэтому, ребята, отлично, что мы с вами провели время. Отлично, что мы с вами создали вот такую простенькую игру. В дальнейшем я желаю вам удачи, успехов в создании ваших крутых игр. И передаю свое слово уже Антону. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!